Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Мы рады приветствовать вас на канале Пар. В этом видео мы поговорим о необычном аквариумном жителе шпорцевой лягушки. Шпорцевых лягушек в аквариуме содержат достаточно давно, однако до сих пор они являются диковинкой для многих аквариумистов. Родиной этих созданий является далекая Южная Африка. Искусственным путем шпорцевых лягушек заселили в Северной и Южной Америке, а после и в Европе. В силу своей неприхотливости и малотребовательности этих лягушек научились содержать в аквариумах. Более того, они достаточно хорошо уживаются с большинством аквариумных рыб. Вообще, если говорить о совместимости с рыбками, мне хочется провести параллель шпорцевых лягушек с золотыми рыбками. Уж очень они похожи в содержании и уживаемости с этими рыбками. Помните одно, лягушки, существа хищные, и мелкую рыбу они, конечно, съедят. Гупи, неоны, данио, рерио с ними не уживаются. А вот такие рыбки, как гурами, макроподы, золотые рыбки, и самы уживаются с этими лягушками очень хорошо. Для содержания пары необходим аквариум от 20 литров. Этот совсем немного, если учитывать максимальный размер шпорцевых лягушек. А он в редких случаях достигает 15 сантиметров. Пока лягушки маленькие, им достаточно 5 литровой емкости. Но в любом случае, чем больше аквариум, тем лучше. Как и золотые рыбки, шпорцевые лягушки любят рыться в грунте. По этой причине стоит установить фильтр, дабы избежать мути. Плюс к этому, сами лягушки составляют много отходов. Если шпорцевых лягушек держать отдельно от рыб, то подача кислорода им в принципе не нужна. Они дышат атмосферным воздухом. Хотя, если на аэрацию посмотреть с другой стороны, то установить ее можно для полезных бактерий, которые будут перерабатывать аммиак. Для содержания этих обитателей точно не понадобится обогреватель. Комнатная температура вполне их устраивает. Идеальная температура 20-23 градуса. Грунт для лягушек лучше выбирать средних размеров от 5 мм. Многие используют крупный, тем самым затрудняя развлечение этих маленьких-маленьких лягушек. А вот растения следует выбирать жестколистный и с мощной корневой системой. Не забывайте о том, что лягушки любят путешествовать, покинув аквариум. Однако, долго без воды они не проживут. По этой причине крышку у аквариума обязательно закрывайте. Она всегда должна быть закрытой. В кормлении неприхотливые почти все могут попробовать проглотить. Но давать все подряд не стоит. Исходя из того, что шпорцевые лягушки хищники, основным кормом должна быть белковая пища. Хорошо подходят живые и замороженные корма. Мотыль, гамарус, мидии, креветки, филе рыбы и даже дождевые черви, которых следует обработать и порезать. Но даже если дождевого червя бросить целиком, прожорливая лягушка будет пытаться проглотить его, целиком помогая передними лапками запихнуть его себе в рот. А вот кормление лягушек трубочником нужно избегать, так как в всяких случаях возможно отравление. Не забывайте один важный момент. Шпорцевые лягушки склонны к перееданию, к ожирению. Взрослых особей нужно кормить не чаще двух раз в неделю, как и многих рептилий, а молодых можно кормить чаще. Самца от самки отличить несложно. Особенно в период спаривания. Самцы из шпорцевых лягушек издают странные звуки, тикая словно часы. Самки чуть погодя отвечают самцам, однако отвечают только те, которые готовы спариваться. Еще в этот период у самца темнеют лапы, причем темнеют полосами. Если специально заниматься разведением шпорцевых лягушек, то за год можно получить потомство аж 4 раза. Если в аквариуме есть растения, то большая часть икры будет именно на растениях. Если не хотите долго ждать появления в молоде, установите температуру воды 23 градуса, и уже через 24 часа появится полупрозрачное, странно плавающее, да и странно выглядящее потомство, молодняк или головастики. На этом видео подошло к концу, всего вам самого доброго и до новых встреч, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»